Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу тебе о двух вещах. Первая, к чему готовятся банки, и вторая, почему это может привести к тому, что криптовалюта взорвется. Я расскажу тебе, что происходит с банками по всему миру. Они делают то, чего никогда не было в таких масштабах даже в сентябре 2019 года. И хотя публично они рисуют картинку, что все хорошо, есть кое-что, что происходит за кулисами, чего многие люди не замечают. Но сегодня я раскрою все карты, что именно они делают, и к чему конкретно они готовятся уже под конец этого года. Это будет особенно важная информация в том свете, что ни один банк мира не хочет, чтобы ты об этом узнал. Но на моем канале ты узнаешь все, о чем они не говорят. И если для тебя это звучит интересно, почему бы не поставить лайк под это видео? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Итак, давай перейдем прямо к новостям, информации и данным. Первое, что ты должен знать или вспомнить сейчас, это события 2019 года, которые произошли прямо перед крахом фондовых и криптовалютных рынков. Эти события были связаны напрямую с тем, что называется рынком репо. Что это такое? Простыми словами, это способ кредитования денежными средствами под залог ценных бумаг, или же наоборот, кредитование ценными бумагами под залог денежных средств. При этом в сделке четко обозначено время обязательного обратного выкупа ценной бумаги. Зачем это нужно? Для того, чтобы рынок насыщался необходимой ему ликвидностью. Так что же произошло в сентябре 2019? Кстати говоря, ты должен об этом помнить. Внезапно банки на рынке не захотели никому ничего одалживать, и поэтому процентные ставки на рынке репо резко подскочили, как мы видим на этом графике. Вот этот подъем. На рынке репо из-за этого оказалось недостаточно денег, зато спрос был рекордно высоким, что и привело к кризису ликвидности, а процентные ставки из-за этого взлетели в небеса. Конечно же, Федеральной резервной системе пришлось срочно вмешаться и влить в рынки сотни миллиардов долларов. То, что случилось дальше в конце 2020 и в начале 2021 связано с тем, что называется фонды денежного рынка. Целью этих фондов является небольшая, но практически безрисковая прибыльность денег своих инвесторов. В основном они инвестируют, конечно же, в казначейские ценные бумаги. В частности, в краткосрочные ценные бумаги казначейства США. Так что же произошло в конце 2020 и начале 2021? Доходность этих бумаг стала отрицательной из-за сентябрьского кризиса ликвидности, точнее из-за действий ФРС, которые этим кризисом были спровоцированы. А именно, количественное смягчение и печать рекордного количества долларов. Также ФРС сама активно выкупала эти ценные бумаги казначейства США, и мы видим это на счете казначейства США. Вот этот подъем. Также этот график дает нам понимание, что приблизительно в январе 2021 казначейство США перестало выпускать свои ценные бумаги и практически опустошило свой аккаунт. И это было большой проблемой, потому что существовал огромный спрос на размещение денег в эти краткосрочные бумаги. Почему это стало бы большой проблемой? Потому что в таких условиях, если бы ставки по федеральным фондам стали отрицательными, многие денежные фонды просто бы разорились. Именно поэтому ФРС снова вмешалась в эту историю и попробовала исправить свои же ошибки в который раз. Федеральная резервная система в сентябре 2021 увеличила лимит контрагентов в сделках обратного репо с 80 миллиардов долларов до 160. Но что такое обратное репо? Банки и фонды дают федеральной системе свои наличные деньги в ночных сделках репо. ФРС, в свою очередь, получает возможность повышать процентные ставки для банков и фондов. Вот что такое обратное репо. К теме, кстати, не относится, но интересно, что банки получают больше процентов за свои депозиты ФРС, но при этом клиентам банков проценты под депозитом не увеличивают. И так нормально этим клиентам, наверное. И как только ФРС начала это делать, спрос на обратный рынок репо достиг рекордных значений, и побил все рекорды. 31 декабря более 100 участников рынка разместили в ФРС почти 2 триллиона долларов в рамках сделок обратного репо. Предыдущий рекорд 20 декабря составлял 1,7 триллиона. Скачок 31 декабря стал самым большим однодневным ростом после того, как ФРС увеличила процентную ставку доходности до 0,05%. Для сравнения, ребята, в последний день 2020-го участников рынка репо было всего 15, а не 100, а сумма сделок составляла около 10 миллиардов долларов, а не 2 триллиона долларов, как сейчас. Разница колоссальная. И если мы посмотрим на этот график, то увидим, что спрос на рынок обратного репо в этом году просто взрывается параболически, и последний скачок был самым большим в этом году. И даже больше, чем в сентябре 2019-го. Это сумасшествие, о котором никто не говорит, но за которым следил я. И сегодня я был шокирован, что каждый день банки и денежные фонды размещают до 2 триллионов долларов ФРС. О чем это говорит вообще? О том, что банки к чему-то готовятся так же, как они готовились в сентябре 2019-го. И то, к чему они готовятся, это явно что-то очень большое и важное для финансовых рынков. К чему они могут готовиться? Учитывая все, о чем мы говорили, скорее всего, они готовятся к новому масштабному кризису ликвидности и новой рецессии в конце 2022-го. В сентябре 2019-го кризис ликвидности также случился после параболического взрыва интереса к рынку обратного репо. Спустя 5-6 месяцев после этого мы видели вот это массивное падение финансовых рынков. Также, что может произойти под конец 2020-го? Это то, что все эти люди, которые рекордно не оплачивают ипотеки, кредиты и долги, о чем мы уже говорили, могут столкнуться с требованием банков срочно возвращать деньги. И без новых чеков стимулирования эти деньги просто-напросто неоткуда будет взять. Поэтому мы можем увидеть волну банкротств и дефолтов под конец этого года. Если мы посмотрим на индекс Шиллера, то увидим, что фондовый рынок сейчас сильно перегрет. Практически на отметках 2000-х годов, когда был пузырь доткомов. И намного более перегрет, чем в 1929 году перед Великой депрессией. Индекс также показывает нам то, что банки не совсем уверены в том, что нужно размещать большие деньги в фондовых рынках сейчас. Итак, хотя мы не уверены в том, к чему конкретно готовятся банки, на основе исторических данных, а также доступной аналитики, кажется, что в конце 2022-го они ожидают большие потрясения. И именно к ним они и готовятся. А теперь я хочу показать тебе серию твитов от Кэти Вуд, основательницы известного фонда Арк Инвест, который специализируется на прорывных технологиях, зеленой энергетике, искусственном интеллекте, электромобилях и, конечно же, криптовалюте. То, чем она поделилась с аудиторией, может оказаться шансом десятилетия для криптовалюты и ее инвесторов. И этот шанс дается в 2022 году и, возможно, сделает инвесторов криптовалюты супербогатыми на протяжении следующих 8 лет. Сначала для тебя это будет не совсем понятно, при чем тут это и как это связано. Но в конце ты все поймешь. Итак, вот что напишет. Сегодня мы узнали, что в ноябре 2021 розничные запасы выросли более чем на 2%. Речь идет о розничных запасах товаров в розничных магазинах. Это самый быстрый рост розничных запасов с начала 90-х. Видимо, магазины, зная о проблемах цепочек поставок, постарались запастись, как говорится, с запасом, чтобы точно удовлетворять спрос при форс-мажоре с цепочками поставок. При этом импорт вырос на 4,7%, а экспорт упал на 2%. Это значит, что Соединенные Штаты импортировали больше запасов, чем экспортировали. Также реальное потребление, включая товары и услуги, осталось неизменным, а норма сбережений снизилась до 6,9%. Это даже ниже, чем было до пандемии. Согласно данным Мичиганского университета, который, я считаю, лучшим опросником потребителей, настроения людей в ноябре-декабре 2021-го оказались на таких же уровнях, как во времена худшего коронавирусного кризиса в 2020-м. Здесь она, скорее всего, имеет в виду именно март 2020-го. В этом контексте процентные изменения, что мы озвучили ранее, имеют смысл. Что все это значит? А то, что в США происходит покупка большего количества товаров, также запасается больше товаров, но при этом экономическая активность замедляется. Кроме этого, настроения людей падают, и сейчас они практически такие же, как в марте 2020-го. Кэти добавляет следующее. Эти проценты посчитаны в рамках месяца. Их нужно умножить на 12, чтобы понять всю драму, которая разворачивается в Соединенных Штатах. И потребители, и бизнесы, похоже, слишком остро реагируют на проблемы поставок, и поэтому создавали запасы товаров, когда государство раздавало финансовые стимулирующие чеки. Ребята, это также видно и на росте ВВП США, который вырос за третий квартал 2021-го на 2%, но реальная экономическая деятельность оставалась прежней. Эти 2% роста были из-за того, что люди начали увеличивать свои запасы. И вот теперь мы подбираемся к действительно важному моменту, который может определить весь мой инвестиционный план на 2022-й год. Сначала мы дочитаем то, что пишет Кэти, а затем я объясню тебе, что именно это значит, и почему это важно для тебя, как для инвесторов в криптовалюту. Она пишет, что все это наряду со сделками по объединению компаний и IPO напоминает мне то, что называется проблемой 2000-го года. Но на этот раз, по мнению Кэти Вуд, вероятно, излишества перетекут в индустрии прорывных технологий, энергетику, финансовые услуги и транспорт. И если это действительно будет так, то на этот раз, по ее словам, мы увидим обратный эффект от проблемы 2000-го года. И эти секторы взорвутся, логично завершая цикл. Все мы помним о проблеме 2000-х, которая по факту и лопнула пузырь доткомов. Кэти говорит, что на этот раз эффект может получиться совершенно противоположный, особенно в финансах, энергетике и транспорте. Под транспортом она наверняка имеет в виду электромобили, а частью финансов является и биткоин с криптовалютой. Еще более важный момент заключается в следующем высказывании Кэти. На наш взгляд, страхи инфляции уступят месту опасениям наступления рецессии в следующие 6 месяцев. Если это так, быстрые темпы роста действительно инновационных индустрий могут щедро вознаградить своих инвесторов. Итак, что все это значит простыми словами? Кэти Вуд говорит, что в течение 6 месяцев все может перевернуться с ног на голову. И опасения гиперинфляции сменятся на опасения большой рецессии, которой, как мы в начале видео говорили, банки уже готовятся прямо сейчас. Это, в свою очередь, означает, что ФРС США может полностью изменить сценарий своего поведения в этом году. И, возможно, даже не будет повышать процентные ставки, а станет более лояльной и дружелюбной к рынкам. А мы все знаем, к чему именно это приводит. Мы видели это после марта 2020. Это привело к взрыву финансовых рынков после массивного падения. Коронавирусные страхи, которые заставили всех поверить, что цены, в том числе на биткоин, несутся к нулю, на самом деле принесли нам нечто другое, а именно стимулирующую финансовую программу, которая вознесла биткоин с 3000 до 65 тысяч долларов. Именно поэтому мы всегда должны думать на несколько шагов вперед, как будто мы играем в шахматы. ФРС США не хочет быстрого взрыва фондового рынка, это приведет к гиперинфляции, но хочет его долгосрочного стабильного роста. И делает для этого все, корректируя перегретую инфляцию или же наоборот жестокую рецессию. Поэтому я уверен, что 2022 год станет огромным шансом для людей сказочно разбогатеть на криптовалюте в этом десятилетии. Меня зовут Богатей Ишиди, если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне всегда очень-очень приятно. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.